Ну что ж, дорогие друзья, после того, как я тут довольно-таки, мне кажется, удачно поработал, с утра размялся так, со своими цветными картинками, ну вот, я новое сделал, сейчас покажу. То есть я хорошо поэкспериментировал, и теперь, думаю, пора вернуться к таким классическим, как бы, натюрмортам. Опять же, только я собрался было пойти на дачу, пошел дочь, и мы с Рексом пришли обратно. И чтобы не терять время даром, воспользуемся светом дневным из окна и долгой выдержкой. Сейчас я покажу вам то, что я затеял. Ну, вот мне хотелось что-то такое музыкальное сделать на пианини, там розы, там подсвечники и так далее, но подсвечников нет, это раз. Но зато есть старые часы и розы в большом количестве. Поэтому я сейчас вам покажу, как я тут что расположил. Так, первое, что я сделал, я в интернете нашел и распечатал розочки. Кейборд мой лежит здесь, роза тоже, на всякий случай я взял два сорта, вот такой, и вот красненький. Но красненький мне больше нравится, черно-белый, красный, я вообще обожаю эти цвета, наверное, генетически предрасположен. Так, часы я положил на подставочку небольшую, чтобы они, как бы, смотрелись более выпукло, объёмно. Ну, и камеру поставил таким образом. Так, сейчас я покажу. Вот, чтобы она, как бы, захватывала только вот ряд этих самых клавиш. Ну, и больше мне, в принципе, ничего не надо. Я поставил на 15 секунд выдержку, по-моему, 14 у меня. И сделал стык. То есть, каждый раз наводил сюда, делал мануально, конечно, потом вот сюда, потом сюда, 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 и в итоге у меня получилось 15. Пять штук. Единственное, что вот это, ребрышки на пианино такого не бывает, но придётся заделать. Вот, я уже снял и жёлтенькие, и красенькие. Ну, давайте пойдёмте посмотрим, что получилось. Ну, вот, четыре штуки. Начинается резкость вот отсюда. Заканчивается вот здесь. Так, я вижу тут вот эти полосочки. Вот это надо будет закрасить. Здесь тоже надо будет закрасить. Или подвинуть вот так. Но это потом. Это потом. Сейчас мы с вами сделаем просто-напросто автоматизация, фотомердж. Так, это вот удаляем. Добавить открытые файлы. И ждём. Маленькую розочку не удалось добыть. Уже все они здоровы. Так. Сейчас мы их... Подождите, секундочку. Подвинем сюда. Выделим. Так вот. Теперь редактирование и автоналожение слоёв. И говорим, окей, ждём. Ну, должно быстро произойти. Потому как у меня довольно-таки хорошая видеокарта. И я думаю, здесь можно было листочек положить зелёненький такой. Ну да ладно. Сейчас посмотрим, как у нас так сработает. Сработал великолепно. Так. Всё. Собираем на одном. Говорим, Ctrl-E. Всё. Ну и тут останется поработать только в том плане, что вот это мне надо убрать. Так. И вот эти вот полосочки от микрофонов, вернее от этих динамиков, их надо закрасить. Вот так сделать, чтобы они не были заметными, да и всё. Кстати, видите, вот тут тоже есть какие-то обозначения. Ну, я это всё закрашу, естественно. А ещё лучше, если мы с вами выделим это дело, чтобы не залазить. Я не стал заморачиваться со светом, потому как... Ну, мне и так понравилось. Так, выделить область, да? Ну, два пикселя оставил. Сейчас мы это заполним. Вот так вот. Вот. Пускай думает, что это настоящая пенонина. Так, 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 то же самое сделаем здесь. Ну, чище будет, понимаете. Можно было просто покрасить. Так, так, так как у меня есть таблет, то с ним, конечно, намного быстрее и лучше, чем с мышью. Ну, тем не менее, я предпочитаю всё-таки проложить границу. Вот так. И уже границу закрасить, выделить область, окей. Вот так вот. Всё. Да? Ну, здесь... Не играет никакой роли. Тут можно мне подкрасить. Так, где она у меня? Вот так. Опля! Не то. Тут уже я могу и подкрасить. Просто так. Раз, 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 раз. Так. И ещё у меня подозрение, что, может быть, вот этот, как бы, зрительно может помешать. Здесь остаток алюминия. В середине может оставить. Так. Ну, и, пожалуй, сейчас мы её немножечко подкромсаем. Чуток. Тут, тут. Потом посмотрим, как будет выглядеть, если мы это откадрируем. Вот так-то. Вот так-то. Вот так откадрировал. Да, мать твою! Извините. Что-то она стала ерундить так. И теперь, скажем, изображение кадрировать. Вот так откадрировали. Так. И посмотрим, что нам надо с коррекцией сделать. Посмотрим чуть-чуть. Да, нет. В общем-то, и не надо никаких. Так. Сейчас я посмотрю. Ещё раз. Вот так. Так. И теперь коррекция. Пойдём сюда. Можем, конечно, сделать более такой... Жёлтенький лист. Скажем так, да? Окей. А здесь белый оставить. И взять вот этот. Вот этот. И снизу убрать желтизну. Тем, что чёрную маску проявлю. Вот так. Вот так. Угу. А вот этот крапинка тут попалась. Берём её. Заодно, так как у нас картинка большая. Ух ты! Что я просмотрел? Я просмотрел у меня тут в пылику, и что? Замена тёмным. Вот тут. Так, интенсивность. Понятно, но она почему-то не хочет. Ага. Инструмент палец. Вот так. Вот так. Протирать надо, чтобы не будет сдыкаться потом по-то шопе. Дорогой мой. Так, ну а тут просто удалим вот эти. Побольше возьмём. Кстати, сколько ставлю в Adobe, сток ничего не продаётся. Хуже стало. Пока ничего не ставил, оно как бы и не это. Что-то продавалось, а теперь и вовсе ничего не продаётся. Ну вот так оставим, и на том будем довольны. Единственное, что я вот так сделаю. Может быть чуть-чуть резкости добавить. О, умная резкость. Такой ничего особо стандартный натернут. То есть, идей таких больших нет. Но, пойдёт. Хорошо. Ну, давайте ещё глянем, что у нас с жёлтым, да? Посмотрим, действительно ли это лучше. Сейчас мы сохраним. Этот сохраним. Так, где у нас? Отсюда. Так. Пиану. Скажем, пиану. Угу. Шпахин. Так. Теперь закрыть всё и ничего не сохранять. Всё, готово. Так, теперь давайте откроем жёлтый. Вот этот. Посмотрим жёлтым цветком, что там. Тут же открыть изображение. Тут же Adobe. Исток скажет, это симулянты. Неважно, жёлтые или красные цветочки. А вот так нельзя. Там мили они уже. Так, всё, да? Ну, давайте посмотрим, чтобы сравнить. Сценарий. Так, сценарий. Автоматизация. Что там мерчишь. Окей. Нет, почему-то темнее. У меня получился. Ну, это от того, что свет на улице. Он то светлее, то темнее. Естественно. А я не стал на это обращать внимание, потому что Photoshop для нас всегда молодец. Редактируем. Автоналожение слоёв. То же самое. И смотрим. Ну, как этот по-своему интересен. Ну, сейчас сделаем. Вы потом мне скажете, какой вам больше понравился. Хорошо? Собак. Тут ни при чём. Делаем коррекцию. Вот так. О, как красиво сразу стало, да? Светло, солнечно. Вот это, мне кажется, интереснее получился. Так. Теперь посмотрим, надо ли нам это дело. Чуть-чуть повернуть. Я думаю, да. Вот так. Так. И тут мы его вот так сделаем. Угу. Там мне немножко белый мешает, вот этот. Ну, я сейчас с этим поработаю, а пока вот уберу вот эту мусоринку, мусоринку. я думаю, я так и оставлю. Единственное, что вот тут немножко пройду сейчас. так, чуть-чуть. Так, чуть-чуть. Ну, и там, наверху. Тут наверху тоже. Я размещу, конечно, я больше, чем уверенно, не сказать, симуляр, притащим. Хотя, может быть, кому-то вот как раз жёлтые розы больше подойдут, чем что-либо другое. Правда? Но они на это не обращают внимания. Борьба с симулярами. Раньше надо было бороться. Сейчас скинулись все. Так. Тут надо? Я думаю, да. Если уж быть честным-то, ребят. Я думаю, надо сделать. Чуть побольше. Убрать красный. Убрать. То, что он может отвлекать от сюжета. Мы его берём вот так. Тадын, тадын, тадын. Так. И теперь сделаем чуть пожёстче. А белый пускай остаётся, наверное. Он не мешает. Всё. То есть, единственное, что вы мне должны сказать, что вам больше нравится, то я и поставлю на это самое Adobe. было бы. Хотя, говорил, что ещё ничего не продали. Так, вот. Я вроде потирал клавиши. Смотри, они тут запачканы какие. Всё. Так, панорама без названия. Назовём её 2. Пианино 2. Назовём её. Пианино 2. Ну, чтобы вы не забыли, я открою сейчас пианино 1. Фотос. Ну, вот. Тут, кстати, подкорректировать тоже не мешало бы. Чуть-чуть посветлее сделать. Единственное, с красным там начинаются всякие бяки. Красный исчезает. Вот так сделаем. Ну, хорошо. Ой. Не так. Ну, и так. Вот этот. Или вот этот. Выбирать вам. Ну, тут единственное, что может быть. Вот тут немножко откоротить. Чуть-чуть. Вот так. Всё. Ну, что ж. Всё вам доброе, дорогие друзья. Спасибо, что посетили канал моей внучки. Она абсолютно радостная и говорит вам всем спасибо. Пока. Пока.